Детское радио представляет Про лень, пельмень и бегемота Карра, ребята, привет! Как же интересно путешествовать за границей! Не представляете? Хотя почему? Конечно, представляете Ездите, наверное, с родителями по разным местам, по жарким странам И по старушке Европе Вот где культура-то мировая сосредоточена Куда ни кинешь взор, или в памятник упрешься Или еще во что-нибудь исторически достопримечательное Я вот, например, прилетел вчера в город Будапешт Столицу Венгрии Переночевал подруге у нее просторное, хорошо оборудованное гнездо На раскидистом дереве На самом берегу реки Дунай Город-то тут хорошо видно А посмотреть, между прочим, есть на что Дворцы, здание парламент Заглядельник, арр! На сегодня мой туристический маршрут таков Углублюсь в исторический центр Прогуляюсь по мощенным улицам И посмотрю на местную корову Что в нас тут наморочили? Думаете, всех скульптурных коров уже видели? Ничем вас не удивишь? А вот неправда! Конечно! С тех пор, как стали устраивать фестиваль коров Скульптуру эти рогатые, причудливо разрисованные Почти в каждом городе найти можно Что? И у вас есть? Прекрасно! Но, клянусь, такую вы еще не видели Если, конечно, сами в Будапешт не бывали Ага! Вот она! Ты моя буренушка! Хотя нет, буренка эта корова коричневая А тут синяя, яркая такая по науке Цвет называется электрик Представили? Ну нет, самое проразительное Эта корова изображает мороженое на палочке Мордой уткнулась в каменный постамент Из бедра палочка-ручка деревянная торчит Как у скимо бывает, знаете? Задние ноги в воздухе болтаются А передние копыт-то уже растеклись Да и морд, смотрю, тоже оплывает Но это же нормально Ведь корову-то изображает мороженое А мороженое, как вам известно, тает Если сразу его не съесть Думаете, тающий коров неприятное зрелище? Нет, ребята, скульптор так постарался Что выглядит она очень правдоподобно И одновременно красиво Вроде корова, а вроде мороженое Прям аппетит разгулялся Пойду-ка и правда мороженое съем Тоже хотите? А вы не простужны? Все равно спросите родителей Вот, видишь, кёск Какой ассортимент Пока-пока Про лень, пельмень и бегемота